Усадьба Середникова построена 2,5 века назад. За эти годы здесь побывали тысячи самых разных людей. Дом принимал в своих стенах Рахманинова, Шаляпина, а также был пристанищем для великого русского поэта Михаила Лермонтова. Сегодня отреставрированная усадьба с подлинными деталями интерьера и сохранившимся антуражем признана уникальным объектом страны и входит в топ-5 исторических мест Подмосковья. Первым известным владельцем усадьбы стал Дмитрий Столыпин, писатель-мемуарист и родной брат Елизаветы Арсеньевой, бабушки русского поэта Михаила Лермонтова. Четыре лета подряд усадьба двоюродного деда была для него местом, куда юный Миша приезжал на летние каникулы. Лермонтов всегда опережал свой возраст. В очень юном возрасте он высказывал такие серьезные философские мысли, которые не всегда в этом возрасте молодым людям приходят в голову. Лермонтов как поэт начался именно здесь, в Середняково. Свои первые наброски он сделал, будучи 14-летним мальчишкой. Он пишет большую часть своих произведений, около 150 стихотворений, 17 поэм, 4 драмы. Он осознает, что он поэт, что литературное поприще – это его призвание. И пишет здесь те произведения, которые нынешние его ровесники в наше время, те же 14, 15, 16, 17-летние молодые люди изучают в школе и учат наизусть. За свои короткие 26 лет жизни Михаил Лермонтов успел стать русским классиком, чье творчество переведено на разные языки мира. Отворите мне темницу, дайте мне сияние дня, черноглазую девицу черногривого коня. Узкая крутая лестница ведет к Бельведеру, башенке, где очень любил бывать великий русский поэт. По легенде, именно здесь Михаил Лермонтов написал одно из самых известных своих стихотворений. Несмотря на то, что усадьба Середнякова была всего лишь летней дачей для поэта, сегодня ее называют Лермонтовским уголком. В комнате, где предположительно чаще всего бывал поэт, хранятся его рукописи, авторские рисунки. А чуть позже сюда привезли бюст – работу Анны Голубкиной. Известная русская скульптор, которая поехала во Францию учиться у великого французского скульптора Родена. И в 1900 году в Париже выполнила вот этот скульптурный портрет Михаила Юрьевича Лермонтова, который был привезен сюда в усадьбу и с тех пор сохранился в доме. А когда заканчивалось лето, в усадьбе наступала пора балов и светских вечеров. Столыпины приглашали к себе известных музыкантов, певцов и артистов. Именитые гости выступали вот в этом небольшом концертном зале. Здесь прекрасный звук, благодаря овальной форме и высокому потолку. Это камерный зал, он не очень большой. 30 человек сейчас в наши дни могут присесть в этом зале, чтобы послушать музыку. Сегодня в усадьбе все пропитано духом Лермонтова. Даже роспись на потолке и та по мотивам одного из самых загадочных произведений автора – поэмы «Демон». В память о великом русском поэте работу заказала последняя владелица поместья – Вера Ферсанова. Единственная дочь богатого московского купца, унаследовавшая от него большое состояние, была одной из первых в России успешных женщин-предпринимательниц конца XIX – начала XX века. Сейчас нас, конечно, не удивишь в нашей жизни. У нас многие женщины работают и умеют зарабатывать деньги и вести дела. Но для того времени это еще было в новинку. Став полноправной владелицей усадьбы, Вера Ферсанова перевела всех ее обитателей из флигелей, стоявших по обе стороны от парадного дома, в основное помещение. Теперь у каждого была отдельная комната. В своей хозяйке держала деревянный шкаф и вот этот киот с православными иконами. Карнизы, дверь, которая ведет на лестницу. То есть вот эти деревянные предметы с пятнистой фанировкой – это предметы старого интерьера ферсановского времени. Еще одна неотъемлемая деталь интерьера парадного дома – сирень. Ее очень любила последняя хозяйка имения. На территории усадьбы Вера Ферсанова высаживала кусты изысканных сортов, а цветущие ветки всегда приносила в дом. С тех пор сирень стала символом усадьбы Середнякова. Той сирени, которую сажала она, конечно, уже нет, но наши садовники в память о Вере Ивановне Ферсановой, о тех временах, тоже сажают в парке везде сирень и выращивают несколько кустиков сирени каждый год в усадьбе к Новому году и Рождеству. У нас живые кусты сирени, вы можете увидеть, они цвели весь месяц, весь январь. За любимыми цветами последней хозяйки усадьбы Середнякова следят круглый год. Немало усилий прикладывают и к общему облику поместья. Как говорит экскурсовод Полина Князева, реставрация – это постоянная работа. Всегда найдется, что починить и подкрасить. Благодаря такому бережному отношению сегодня в Середняково приезжают не только прогуляться, но и снимать фильмы. Из последних «Любовь за любовь», «Гоголь ближайший», «Угрюм река». Усадьба в принципе живая, она живет не только в кино, она живет каждый день полноценной жизнью и дышит полной грудью. А некоторые сотрудники Середнякова уверены – живет усадьба даже тогда, когда в ее комнатах пусто. Бывает, что-то мелькнет в окне, бывает, кажется, что как будто кто-то играет на рояле на втором этаже, ты поднимаешься и там никого нет. То есть такое происходит постоянно. Вас это пугает или наоборот как-то так? Нет, нас это не пугает. Усадьбе на следующий год исполняется 250 лет. 250 лет с того момента, как начали ее строить. Это огромное количество лет. И, конечно, дом, он живой, и он хранит и память, и энергию, чувства тех людей, которые здесь жили. Ходят аккуратно, громко не разговаривают. Сотрудники усадьбы сегодня стараются не нарушать покой дома, значившего так много для своих хозяев. Уважают и бережно хранят память, чувства и дух каждого, кто когда-то переступал порог огромного поместья в ближайшем Подмосковье. Нина Липанова, Руслан Сафин. Новости Химки-ТВ.